Привет всем из Праги! Ну, для начала, как я тут оказался? Я приехал в Чехию на чемпионат мира по биатлону. До этого я уже был. И самое интересное, что опять из-за биатлона такое есть город-новое место, в Моравии недалеко от Порно. Ну, не совсем недалеко. Вот. Но там как просто закончился Кубок мира и поехал куда хочешь, на сколько хочешь. Я там 4 дня был в Праге, так что побродил тут достаточно. А сейчас я выделил 2 дня на Прагу. Также я был в нескольких замках, так что можно на канале посмотреть. Замок Фернштейн и Канатиште. Ну и так просто гулял и в Брно. Ну, короче, такой насыщенный Кубок. Вот. Теперь мне надо выделить примерно, как, 2 полных дня. День приезда и день отъезда дальше на биатлон. Ну, тут все просто. Один день приезд, второй день один берег Волтавы, третий день второй берег Волтавы, и четвертый день выезд обратно на биатлон. Я брал машину, так что не проблема. Вот. Ну, здесь в Праге у меня, как и в Будапеште, где левый берег, где правый, не знаю, грубо говоря, я поселился на том берегу, где находится Пражский град, на севере Праги. В прошлый раз я поселился на другом берегу. Честно говоря, тут для меня уже немножко проблемка, какая-то часть Праги. То есть, вот сейчас я поселился и иду вдоль Волтавы. У меня, ну, Старомерская площадь, такая самая жемчужина Праги, с левой стороны. А там я шел с другой стороны, тоже окраина этого города, где-то километра три от центра, вот это шел вдоль речки, и Старомерская площадь у меня с правой стороны. То есть, другой конец. Ну, возможно, это юг Праги. И вот теперь у меня задачка. Как добраться отсюда до этого Пражского града? Ну, как? Я транспортом принципиально не пользуюсь. Все авто ногами. И первая такая вот достопримечательность это лапидарий национального музея. Лапидарий никакого отношения к матерному и к сексуальным меньшинствам не имеет. Это произошло от лапидарного письма, которое где-то на каких-то твердых материалах, там на камнях, на чем-то таком. И это от латинского типа резчик по камню. В 1839 году Франтишек Палацкий, один из первых сторонников национального музея, выступал за сбор каменных памятников и артефактов. В 1890 году выставишь ты Прага, это типа музей, прошла предшественница лапидария выставка памятников старой архитектуры и выставка архитектуры и техники. Здание выставки было спроектировано архитектором Антонием Вилла для Всемирной выставки 1891 года, проходившего Праге, и сегодня в нем находится музей. Первая постоянная экспозиция в лапидариуме состоялась в 1905 году. Музей закрылся в 1914 году по 1932 год из-за Первой мировой войны. Музей снова закрылся с 1939 по 1954 год из-за Второй мировой войны. А дальше вот такой парк будет, все в сторону Прагского ограда, и отличная такая достопримечательность Праги это Прагские мосты. В прошлый раз я обнаружил интересные такие смотровые площадки, но тогда у меня не было идеи снимать видео для Ютуба, просто пофоткал эти мосты чисто для себя, для домашнего альбома. Ну, в Праге все знают Карлов мост, такой навороченный супер-пупер, но он чисто пешеходный, а есть автомобильные там и железнодорожные, ну, как, вблизи они, ну, такое, не знаю, как это назвать, христианский вариант, а издалека они такие очень красивые, и их дофига, и они как бы создают вид Праги. Этот парк называется летним, он довольно огромный, по нему можно ходить долго и упорно, если время, конечно, есть. С него лучший вид на противоположный берег, а вот с того, с другого берега, такого вида на этот берег, к сожалению, нет. Ну, еще такой момент, когда-то здесь был памятник Сталину, но, сами понимаете, что чехам не так и нравилось при Советском Союзе, типа, пражку в весну, типа, неблагодарные чехи должны вот делать все, что скажет Советский Союз, но не судьба. Вот тут такой интересный домик. Честно говоря, что это такое, непонятно. Сейчас он похожий на какой-то кафе, ресторан, но тоже, с одной стороны, и похоже, и не похоже. Там внутри посетителей нету, но вот такую обзорную площадку оставили. Говорят, что там живет какой-то большой хрен, какой-то там дикой родословной. Просто пипец, какая красивая архитектура. То же самое, можно ходить кругами вокруг неудолгую форму. Но у меня время подгорает, ждет Пражский град. В принципе, тут уже идти недалеко, но бегать я не собираюсь. Надо, если приехал, то надо наслаждаться моментом. Все очень красиво и необычно. Тем более для жителя Израиля в такой зимней Европе. Ну, все, закончили с этим летним парком. Пора и в Пражский град. Это, короче, вообще пипец место. Я раньше, когда был в Праге до поездки, я вообще не знал о его существовании. Думал, что самое крутое место это там, где Старомерская площадь, собор святого вида и так далее. А тут такой пипец. И еще память из детства такой пражский торф был. Вот это, по-моему, явно отсюда. Сейчас крепость является резиденцией президента Чехии. Раньше была таковой для чешских королей. И дважды в истории замок становился главной резиденцией императоров Священной Римской империи. Ну, имеется в виду Австро-Венгрия так называлась. Площадь замка обычно указывается 27-28 гектара. Но по сей день она является предметом споров. Согласно книге рекордов Гиннесса, это самый большой древний замок в мире. Это также самый большой обитаемый замок в мире на сегодняшний день. Вот такая вот фигня. 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 И теперь немного истории. Разные формы фортификационных сооружений были на территории города как минимум середины 11 века. В середине 9 века появился Пражский град с земляными валами. В середине 11 века он стал укреплен каменными стенами. На другой стороне реки возник Высшеград, появились старые места Малострана, Градчана и Новое место. 4 города так как имели свои крепостные стены. Сейчас это исторические районы Праги. В 17 и 18 веках все это постепенно превратилось в комплексную систему бастионных укреплений, которая в 14 веке потеряла смысл из-за развития военных технологий. С другой стороны, Пражский град развивался не только как крепость, но и как резиденция чешских королей и культурной цели. Диво Кашарка это природный парк на северо-западе Праги. Возникновение крепости связано с появлением Праги. Влияние предыдущих эпох меньше отразилось в облике града, потому что формирование города произошло, когда в 6 веке сюда пришли славянские племена и вытеснили своих предшественников. Место лежало на скрещении важных путей. Один приходил с запада и ветвился к бродам через Волтаву и вдоль Грачанского хребта к Граду. Другой путь проходил с севера. У Тройской долины пересекал Волтаву и направлялся к Шарп. Богатая неровностями земля предоставляла широкий выбор для расположения укрепленного поселения. Археологические раскопки это только подтверждают. Славянские поселения были обнаружены вокруг в большом количестве. Тем не менее, наиболее благоприятным стратегическим оказалось именно это место Прадского Града. С этой точки замок господствовал над всей долиной, в которой лежали важнейшие подходы к бродам через Волтаву. Эти преимущества оказались важнее того, что сам холл, на котором стоит град, довольно тесно ограничен ручьем Бусницы. На противоположном берегу аналогичным образом возник Высшеград, но он расположился на широком холме, поэтому с точки зрения обороны не мог конкурировать с Прадским Градом. Но в эту поездку я туда не пошел, это довольно далеко, и уже время подходило к концу, темнело. Тогда Боржевоем была возведена первая каменная церковь Святой Марии, скорее всего в 885 году. Ее остатки были обнаружены археологами под первым и вторым двором. До 921 года датируется церковь Святого Георгия, предшественница своего ренессансного аналога. В 930 году князь Вацлав основал ротонду Святого Вита, предшественницу главного собора Ташского Града. Крепостные стены тогда еще не появились, территорию защищали только земляные валы, армированные деревянной решетчатой системой, снаружи укрепленной камнями. Их оборонительные свойства улучшив Браждислав I около 1050 года. Около Южной башни лежал каменный княжеский дворец, севернее на месте ротонды появился собор, перестроенный в 1061-1096 годах в базилику. Севернее от него стоял дом капитула, с западной стороны епископский дворец часовни. На востоке появились строения мастеря Святого Георгия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 По примеру императорской фальвицей он был снабжен галерейными окнами Также был перестроен дворец епископа, стоявший на месте старого дома пробостов и частично сохранившийся в его стенах Обширные работы были произведены и в монастыре Святого Георгия В таком виде крепость находилась пока прожемысл Атакар II не повелел расширить королевский дворец и усилить стены и укрепления При Яне Лексимбургском град не содержался должным образом Королевский дворец был поврежден пожаром в 1303 году, после чего так и не стоял не отремонтированный Вышеград в это время переживал период расцвета Он считался лучше укрепленным и служил резиденцией правителя В 14 веке Карл IV начал перестройку града по примеру королевских резиденций в Париже При своем приезде в Прагу в 1333 году он начал строить готическую двухэтажный дворец с тронным залом на месте старого романского дворца, который уничтожил пожар 1303 года Чуть позже постройка была дополнена капеллой всех святых Дворец стоял непосредственно около новостройки собора святого Вита Их соседство было подчеркнуто ориентацией главного входа и положением капеллы святого Вацлова Вся территория града была вновь укреплена стенами На двух главных башнях при входе было позолоченной крыши, что было вдохновлено библейским Новым Иерусалимом Большинство работ было произведено под руководством Петра Парлера Строительные работы не утихли и при Вацлаве IV, даже несмотря на то, что он в основном жил в старом месте Поздний готический облик град получил во время правления Владислава Ягелонского Который затеял обширную перестройку в 1483 году Работы вел самый известный архитектор этого времени Бенедикт Рид Он построил Владиславский зал, наездническую лестницу, людвиково крыло Вместе с готическим стилем Рид принес множество форм архитектуры возрождения Также прогрессивным являются укрепления, произведенные Бенедиктом Севера С внутренней стороны он усилил стены глубокими аркадами для стрельцов Позднее использованы для проживания стражи Впоследствии на месте этих аркад появилась живописная золотая улочка Со стороны оленевого рва архитектор построил три башни Выступающие из стены для пушечного обстрела Белая, Далиборка и Мигулка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Пражский град во время Рудольфа II Время правления Рудольфа II характеризуется бурным развитием града. В 1583 году он превратил Прагу в метрополию Священной Римской империи. Еще раз повторю, это Австро-Венгрия. С детства Рудольф рос в среде, где господствовал интерес к коллекционированию предметов искусства. Император сам не был художником, однако был большим ценителем искусства. Поэтому для Чехии он остался одним из крупнейших меценатов и покровителем науки и искусства. Его коллекция быстро росла, и вскоре для нее понадобилось новые просторы. Поэтому в 1585 году, когда в Прагу приехал архитектор Джоанни Гарджоли, начало строительство длинного здания, законченного перед 1600 году. При Рудольфе II продолжалось строительство на южной стороне третьего двора, а также около так называемой Белой башни, отделяющейся второй и третий двор. Немного позже начались работы над северной полосой постройки. К более старым конюшням Фердинанда были пристроены испанские конюшни. На верхнем этаже над ними возникло два монументальных зала. Новый зал в несколько этажей с кассетами и потолками, и более узкий испанский, в котором сейчас располагается картинная галерея Прагского Града. Идея продолжения полосы зданий на запад не была реализована. Второй двор с западной стороны был ограничен массивными воротами Матяши. 1614 года. Соседние здания тогда были значительно ниже. Масштаб современного ансамбля не соответствует первоначальной задумке. В своей первоначальной монументальности ворота освидетельствуют о начавшемся влиянии барокко. Прагский град в XVIII веке. Чехия в XVIII веке стала частью монархии Гаркетов, и строительная деятельность утихла. В 1631 и 1648 годах град был занят вражескими войсками. Большая часть коллекции Рудольфа была увезена в качестве трофеев в Швецию. Самыми значительными изменениями на территории крепости в XVII веке было проявление летнего и зимнего манежа. Спроектировано архитектором Жаном Бартистом Матте в 1694-1998 годах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создав DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собор Святого Вита Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И открыл для посетителей Королевский Сад К ноябрю он открыл Зал для Игры в Мяч Следом и Башню Собораard Святого Вита Дальше Вацлав Гавл открыл вход В Оленей Рог и занялся благоустройством барочных садов Первыми открылись Ледебурский и Малый Ралфиновский в июне 1995 Как и у многих правителей, у Гавелла был любимый архитектор Зеборжик Шипек. Спроектировал модель нового стула для испанского зала, потом интерьеры и входы. В это время по проекту Эвы Иржичной была сооружена оранжерея. Другим шагом президента стала новая униформа для дворцовой стражи по проекту Теодора Пиштыка. Продолжение следует... 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 Например, такой момент, я уже был, поэтому знал, что надо и что где находится, но вот не мог удержаться, вернулся с другой стороны и потерял времени. То есть в этот день я не пошел на Карлов мост, только до такого места, где он начинается, величественное, типа как бомбоубежище и такой фонтан, но это уже расскажу во второй части. Интересный фонтан, я не знаю там. В нормальной стране, в самой свободной в мире, их бы всех в инагенты и на Соловки. Точнее не всех, а автора это фонтана. Ну когда вы уже нагулялись, насмотрелись, наофигевались, дальше рекомендую пройтись по такому району Грачаны, это до спуска вниз. Там когда-то жили всякие фон бароны, какие-то там друганы королей, тоже отгрохали себе, ну не знаю, это не замки, это что-то такое, дворцы, ну что-то мелкое после Пражского ограда. Очень такой интересный райончик, там есть и действительно дворцы, и есть такие средневековые улочки, такие узкие-узкие. Там иногда такие музыканты на чем-то, вот сейчас чувак, если я не ошибаюсь, это на шарманке, типа как шарманщик Карла там. Я не знаю, ну что это такое, я только один раз видел такой похожий инструмент в Орле и Решке, в выпуске про Львов. Вот такой чувак играл. Раньше, вот я когда был, там были такие, как извозчики на старинных автомобилях, но я правда не уверен, что это именно старинные автомобили, или какую-то телегу с мотором, так сказать, затюнинговали под старинный кузов, ну или в таком хорошем состоянии, сохранили, отреставрировали автомобили, но что-то их уж больно дофига, и такая серьезная нагрузка на этот моторчик, потому что обратно возвращаться, там нагрузка на мотор. Этим автомобилям по виду больше ста лет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не рекомендую подниматься, а то встанет нафиг, но она того стоит, реально просто пипец какая красивая. Там можно даже заходить в такие, как подворотни, там вечно что-то такое красивое, даже какие-то пивнухи все равно как-то обставлены как надо. Чисто ради туристического вида стоит в них зайти, даже если не пьете пиво, как я. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я рекомендую такую, как она читается по-английски, правильно я не знаю, или MAPS, или MAPS, ну по-норвежски MAPS если будет, английскими буквами. MAPS.me, типа по-русски. Там все эти можно, ну типа скачал Прагу, там тебе выдаются все названия, вот такой автомобиль. Вот сомнение, что это старый, вот там все указаны эти дворцы, там их вот на этих горчанах, там просто дворец на дворце, точнее там оно числится замками, но для меня замок это что-то такое готическое, с укреплениями башнями. А это такие, не знаю, большие дома. А вот по этой улочке примерно то же самое, но более поздний век. И они такие, как средневековые улицы, только уже какой-то, вот я в этих не архитектор, я в них не понимаю в этих стилях названия, но уже такое, как это сказать, усовремененное и вылизанное. Но все равно видно, что оно не так давно делалось. То есть там можно ходить, я вот по этому второму райончику, я не знаю как он называется, между Гурчанами и Карловым мостом, я не знаю, проходил тоже часа два, вот так вдоль и поперек. Вот, как бы маршрут к Карловому мосту есть, видишь поворот и тупо поворачиваешь, потому что там видно, что один дом и рядом совершенно случайно найдется второй дом и так далее. И пошел налево-направо, то есть знаешь, что тебя налево надо поворачивать, но видишь поворот направо, ну туда поворачиваешь. Ну там просто, я не знаю, нереальная красота. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Ярмарки. Опять же с тронделиками, по-моему, я буквами не играю. Вот. Куда это у нас? Вот тут тоже такие. Что это такое? Чёртов знает, что это такое. Вот в каждом вот тут на первом этажах чем-то торгуют. Или наливайки, или сувениры. Вот тут цены. Транделик эти. На тот момент, когда я там был, это, по-моему, или март, или февраль. Вот ещё цены. Крон, по-моему, 25 крон стоил евро. Очень такая довольно дешёвая страна. Кстати, я видел, хоть она и дешёвая. Я тут запасся провизией. Ещё недели три я путешествовал по Европе, аж до Норвегии доехал. Вот тут набрался провизии на всю поездку. Доедал в Норвегии копчёное мясцо, которое там в три раза дороже. Ну, раз был, чё б нет. Вот. Опять же, как-то изменили цвета. Разные цвета, разные это вот. Архитектурный стиль вроде одинаковый. Как он называется? Чё кто-то знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот натолкнулся на этой центральной улице магазинчик марионеток. Тоже. Я, честно говоря, не понимаю, какие игрушки. Это как-то не мой уровень. Мне как-то что-то попроще надо. Но кто-то для ценителей это кайш. Это кто-то извращенцы, наверное. Ну, в хорошем смысле. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот решил посмотреть сувенирный магазинчик Вот тут в основном два таких сувенира, которые не магниты, не ложки, не что-то с видами Праги Это Кратек, если такое старшее мое поколение, может быть помнит такой мультфильм чешский был Там про крота, что-то там крот, я не помню, с транзистором, что-то там еще, спортсмены Просто дофигища было во времена Советского Союза Вечно там, он ничего не говорил, только так, а я из норы вылазил И швейк, типа на, я купил себе швейка, которая на пивной бочке сидит с бокалом вина Чисто, по-моему, национального, наверное, ничего нет Ну, кстати, это не такое укоризм, а у других и такого нет Просто виды города и все Ну, вот приближаюсь к Карловому мосту Тут еще до сих пор идут домики Дальше будет такой, ну, как сказать, район там церкви Такие, ну, что-то более крутое Там какой-то торговый центр есть и трамвай, пражский трамвай Это тоже отдельная достопримечательность И вот в некоторых городах Советского Союза еще Тоже были эти пражские, ну, не пражские, чешские трамваи Которые тут ходят Есть современные, а есть такие же, как и были в Советском Союзе Ну, не совсем старые Честно говоря, в годах я путаюсь Потому что есть такие скоростной трамвай Есть такой старинный советский трамвай Вот который скоростной трамвай Но это независимо от скорости вагона Я имею в виду вид Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ А вот это пивная ушвейка. На самом деле, это липовая пивная. Просто чисто для привлечения туристов. Она находится, вот если спускаться с Прагского града, перед самым Карловым мостом, надо повернуть направо. Ну, не самое такое туристическое место. Туда такие, как я, ходят, обнюхивают края. Вот. А настоящая, ну, точнее, вот я не помню, там он у кота пил. И еще одна упоминается неоднократно в книге Гашика. Как-то она называется. Швейк гостиницы у Калича. Вот где-то так. Пивная у чаши. Но она на другом берегу Вултавы. В этот раз я ее не снимал. Ну, а тут, пожалуйста, на каждом шагу швейк. Цены приемлемые. Хоть я и пива не пью, но... Просто там стоит плакат с ценами. Еще раз повторю, что такая очень дешевая страна Чехии. Единственное, что тут явно накрутка какая-то цены на туристов. Я не думаю, что тут нормальный Чех будет пить. Вон даже по-русски ценник, пожалуйста. Типа война войной. А бабки решают все. Типа тут про русофобию говорят. Но... Этот... Все фигня. Сначала бабки, потом русофобия. Который особо нету, когда наши туристы не быкуют. Единственное, что там кто-то пострадал во время Пражской весны. Так что память у народа жива. Ну, я закончил прогулку по этому райончику. Задолбался конкретно. Километраж большой, сколько не помню. И теперь вот я спустился с Пражского града. Швейк был направо. А мне надо повернуть налево. И вдоль Волтавы идти там довольно долго до моей гостиницы. Завтра пойду на другой берег. На сегодня хватит. Честно говоря, я не знаю. Я хотел... Ну, в районе часа сделать этот фильм. Но получилось больше двух. Я не знаю, кто будет это смотреть. Но город нереально красивый. Я даже как-то к нему более скептически относился до этой поездки. Когда конкретно снимал на видео. Вот. А до первой поездки для меня существовал только другой берег. Где этот... Как он называется? Старое место. Вот следующую. Это будет первая часть. Во время фильма думал сделать три части уже. Но вот эти два района... Они... Ну, не стоят, чтобы ради них делать отдельный фильм. И вырезать нельзя. Вот как получилось. Короче, до конца фильма сейчас включу музыку. Кому не интересно, отрубите. Комментариев не будет. И так уже больше музыки, чем комментариев. Подписывайтесь на канал. Будет еще много очень интересного. Ну, ладно. Попробуй. principle. Всё. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok